Вот теперь точно. Телеканал Автоплюс готов заявить со стопроцентной уверенностью. В Елабге, где прежде выпускали фургоны и микроавтобусы Форд Транзит, вскоре начнут производство коммерческих моделей, предоставленных китайским брендом Джак. Это нам подтвердили доработчики, которых компания Солерс попросила срочно заняться созданием спецверсий и надстроек для будущих новинок. Правда, поначалу, уже в этом году, эти ателье получат стопроцентно импортную технику, ввезённую напрямую из Китая. А теперь по порядку. В начале сентября на Восточном экономическом форуме генеральный директор Солерс Авто Николай Соболев заявил, что его компания запустит собственную автомобильную марку. Затем последовало подписание новой редакции специального инвестиционного контракта. В ней было сказано, что российские промышленники обязуются наладить глубоко локализованное производство двух моделей лёгкого Комтранса. При этом газеты Авторевью и Известия практически сразу заявили, что этими самыми моделями будут китайские Джаки. А вот телеграм-канал «Русский автомобиль» предположил, что Елабужская площадка возобновит сборку транзитов. Но, видимо, фордовские боссы выступили резко против последнего расклада. Хотя теоретически наладить поставки комплектующих через Турцию казалось вполне реальным. В итоге один «Форд Транзит» заменят двумя китайцами. Это будут модели «Санрей» и «Экс-200». «Джак Санрей» — это крупный цельнометаллический фургон по формату, напоминающий ушедший «Форд». Машине полагается двухлитровый турбодизель от Даджи 136 сил, с которым состыкована шестиступенчатая механика. Такие грузовички уже делает завод Сарыарко Автопром из Казахстана. А в Бресте свою версию делает и белорусский МАЗ, даже наклеивая на решётку радиатора своего зубра. Так что Россия станет третьим местом прописки этой модели на территории бывшего СССР. Бортовой грузовичок «Экс-200», он же «Н-35», тоже оснащается упомянутым дизелем, хотя сама машина гораздо меньше размером. Это весьма достоверная копия некогда популярного бескапотника «Хёнде Портер». Сборка джаков по полному циклу должна стартовать на транзитовской линии в Елабуге примерно через полгода. А учитывая, что под проект подписан специнвестконтракт, в компании явно планируют глубокую локализацию этих грузовичков. Во владении Солерса имеется не только автосборочный, но и моторный завод, и там теоретически можно начать выпуск подходящего двигателя. Впрочем, это уже совсем другая история.